В 2010 году два физика родом из России получили номерское время за изобретение что-то, которое называется эндрофин. Не, за изобретение, за открытие. Значит, они обнаружены. До этого считалось, что структуры толщиной в одну молекулу не могут существовать. Они неизбежно будут слипаться, и комка, собственно говоря, им удалось получить только молекулярные пленки, которые имеют толщину ровно одну молекулу, и показать, что, в принципе, эти молекулярные пленки такой толщины могут устойчиво существовать. Они их получили, в общем, благодаря русской космикалке, они додумались, ну, это была, на самом деле, для них инструментальная задача в исследованиях, не имеющая прямого касательства к тому, что они в итоге обнаружили, вот эти самые тонкие молекулярные пленки. У них была задача ослаивать, значит, фактически эти вот слои графита углерода для различного рода исследования. Вот они, значит, прилепляли скотч и отлепляли тонкие очень пленочки. Вот, и потом обнаружили, что примерно такие, такой операции, они могут доходить до, отлеплением, отлеплением скотча, они могут доходить до пленок чрезвычайно тонких. Подножили, что они могут получать вот эти сверхтонкие пленки вещества. Получив этот графен, они напитались энтузиазмом, исследовав его свойства, проводимость, его принцип способность быть устойчивым. Вот, и они сейчас выдвигают тезис, который активно исследуется в лабораториях, в частности, в той самой преславной креативной медалинии. Связано с тем, что следующее семейство электронных приборов, черноточного электроники, могут быть переведены с кремния на графен. И это позволит получать приборы, которые будут чрезвычайно миниатюрны, фактически невидимого взгляда. И при этом будут иметь производительность сопоставимую с той, которая есть у современных электронных устройств. То есть это как бы следующий перепрыг по качеству миниатюризации. Вот если это произойдет, то есть шанс, что мы как раз благодаря графену перейдем к среде, заполненной огромным количеством невидимых глазу даже устройств, которые с нами взаимодействуют, маркируют среду вокруг нас, ту самую умную среду, которая в этом случае может возникнуть. И вот переход к графеновой электронике может стать своего рода революционным прорывом в деле создания так называемой умной среды. То есть окружающей среды, которая вся, грубо говоря, чипирована. И тем самым является вся семейством разных, сложных, взаимодействующих между собой устройствами. Каждая, любая стена, окно, шкаф и так далее, все, значит, обладает, условно говоря, мини-интеллектом. Но при этом это не отдельно висящий на них компьютер. А это некое устройство настолько маленькое, что взгляд его не замечает, но при этом стена обладает, значит, вычислительной способностью, способно обрабатывать информацию про окружающее пространство и соответствующим образом изменяться. Ну или любой другой объект. Вот это вот вопрос в графеновой революции. Продолжение следует...